Висбору я обязан всей своей судьбой сочинителя песен. Бардом я стал именно благодаря ему. В середине прошлого века я поступил на первый курс нашего с ним общего педагогического института. В том же году, то есть в 54-м, Юра перешел на свой последний курс. Таким образом, целый год мы учились с ним бок о бок, и я, как и все, покорился этому неотразимому обаянию его таланта и его личности. И, разумеется, мне тоже захотелось попробовать свои силы в сочинительстве песен и в исполнении их под гитару. Вот оттуда все началось, пошло и поехало мое сочинительство, и продолжаете ехать по сегодняшний день. Его уход был для всех нас неожиданным и очень сильным потрясением и отразилось в моих стихах через год. В памяти Висбора Вот уж год, как нету Юры, уже круг, глуши звук, наши считанные струны обеднели на семь штук. Что он пел, да кем являлся, Бог уже определил. Я-то слышу, как смеялся, да как шуточки шутил. Юра, Юра, так недавно, так давно, а что ты пел? Волейбольная команда, вот что главное, успел. Наше звонкое начало, наш растеленный разброд, все в ней разом прозвучало. Много песня означало, много песня обещало, оказалось на уход. При Юриной жизни я, разумеется, много и плодотворно с ним общался и иногда позволял себе пошутить над его стилем романтическим, особенно той его мужественной романтической темой, которая часто звучала в его песнях. И вот в этом жанре я попробовал сочинить небольшую пародию на его песни. Я оказался в 65-м году рядом с братской ГЭС, уже воспетой и Пахмутовой, и Евгением Евтушенко. Я подумал, чем я хуже, и воспел ее в духе романтического Висбора. Как очень суровой получилась песня. По эстакане движутся машины, на автостраде слыша на водосброс. Давай присядем, мы с тобой, мужчины, давай закурим пару папирос. Струя от струи в свои перемычки, толкая ротор в жесткие бока. Давай прикурим от единой спички, давай присядем, а вот моя рука. На двухконсольном кране я работал, когда сломалась там одна консоль. Еще недавно я по фене ботал, и вот теперь я братский новосел. Немногие бывали в нашей шкуре, но мы сживем и сдержанно молчим. Давай приседем и давай покурим, пойдем в сторонку, там поговорим. Юра очень смеялся. Спасибо.